Умение запечатлеть момент главное для фотографа. Нужно постоянно быть на чеку, чтобы успеть вовремя нажать кнопку спуска затвора. Именно это качество и помогло Вадиму Коркину сделать ту самую фотографию, принёсшую ему победу в фотоконкурсе «Кавказ без границ». Мы приехали на Гумбашир. Погоды нет, ничего нет. Просто сплошной туман. Я со своей женой как раз там был. Я говорю, давай поднимемся, походим, может что-то увидим, может что-то случится. Просто туман, метр-полтора не видно, и ладно, пошли. Я останавливаюсь, завязаю шнурки там, перешнуроваться. В этот момент, когда я остановился, тучи вот так расходятся и начинается свет. Я тоже всё бросаю, достойный фотоаппарат, начинаю фотографировать. Полторы минуты вот это состояние было и сразу исчезло. Всё, просто попал удачно в нужное время, в нужный час и сделал фотографию. То есть приехать и повторить это уже не получится. Чтобы преуспеть в пейзажной фотографии, нужна серьёзная внутренняя дисциплина. Ранний подъём, сборы и поездка в нужное место, томительное ожидание восхода солнца и затем возвращение домой без единого удачного снимка. А потом всё сначала. Порой на то, чтобы поймать правильный свет и сделать красивый кадр, требуется несколько дней. Но результат того стоит. Мы обычно выезжаем первый раз на точку съёмки, намечаем, откуда мы будем снимать. И потом приезжаем, допустим, ждём заката, либо ждём рассвета. Вот, если не получилось, мы уезжаем, приезжаем в следующий раз. На некоторые фотографии уходят от 20 до 30 выездов. Фотографией Вадим Коркин увлёкся ещё в школе. Посещал фотокружок, а профессионально снимать начал с 2012 года. Принимал участие в различных конкурсах, занимал призовые места. В обычной жизни фотохудожник, тренер по физической подготовке детей, редактор сайта фотокто.ру. Любит снимать пейзажи, занимается спортивной репортажной съёмкой и фотоохотой. Вадим всё время стремится идти вперёд. То есть он постоянно что-то ищет. Если даёшь какие-то советы, он всегда слушает. И в следующий раз ошибки никогда не повторял. И вот благодаря таким качествам он за короткий период совершил очень большой скачёк. И вот сейчас он стал членом Союза фотохудожников России. Это для Карачаева-Черкесии такое нечастое событие, скажем. Это очень радует, очень приятно. Ещё раз поздравляю Вадима с таким успехом и с открытием выставки. На первый взгляд фотокартины Вадима Коркина кажутся не совсем реальными, напоминают плоды компьютерной графики. Но это настоящие снимки существующих мест, запечатлённые в нужные моменты. Многие люди думают, что у профессиональных фотографов получаются хорошие качественные кадры благодаря дорогостоящей технике. Но фотоаппарат – это только инструмент, говорит Вадим. Не важно, на что вы снимаете, важно, как вы это делаете. То, что вы слушаете, читаете и смотрите, то вы и создаёте. Снимать можно на всё, что снимает. Самое главное – желание, вкус и учиться. То есть можно снимать на телефон. Я частенько даю свой фотоаппарат снять, беру тот же телефон и снимаю, и показываю людям, чем наши снимки отличаются. То есть самое главное – это композиция кадра. То есть огрехи фототехники ещё могут простить, но недостаток композиции при хорошей технике тебе не простит никто. Нужно набивать взгляд именно хорошими фотографиями. Даже, знаете, не фото, им нужно смотреть фото, не фото, а художников. То есть начиная с художников. То есть если ты пейзажист, ты смотришь пейзажи наших художников, там, зарубежных художников. Если ты хочешь снимать портреты, ты начинаешь изучать портретную именно живопись. Она тебе будет становить вкус. Нельзя в вкус учиться, допустим, на Инстаграме, либо на каких-то соцсетях. Это, конечно, подпортит всё это дело. Это третья персональная выставка фотохудожника, посвящена пейзажам Северного Кавказа. Выставка проходит в детской художественной школе Черкесской и продлится до 15 февраля. Посетить её может каждый желающий. Мария Клокова, Рамазан Токов. Итоги недели.